С одной стороны, консервативное сообщество считало квантовую физику Некоторой какой-то уж слишком радикальной и слишком, может быть, ненужной гипотезой Которая просто потом перерастет в нечто более объяснимое с точки зрения классической физики А вот молодые исследователи того времени подхватили эту идею Начали повсеместно ее применять для других нерешенных на тот момент физических проблем Ну, скажем, Альберт Эйнштейн, хорошо известный нам, великий физик Он свою Нобелевскую премию получил за объяснение при помощи квантовых принципов теории фотоэффекта Да, а не за теорию относительности, как это зачастую принято считать, есть такое расхожее заблуждение И, в общем, молодое сообщество начало применять эти квантовые принципы Из них следуют действительно необычные вещи, о них мы чуть подробнее поговорим Например, что некоторые физические величины не могут быть любыми Что они принимают некоторые фиксированные дискретные значения, а некоторые значения проквантованы Или что некоторые физические величины нельзя одновременно знать с предельно допустимой, предельно точно Иногда, чтобы знать одну величину точно, мы жертвуем от другой величины Это называется принципом неопределенности И математически была построена матричная механика Гейзенберга Описывающая это явление, волновая механика и уравнение Шрёдингера И потом это объединили в некоторые общие квантовые принципы Построена уже такая последовательная модель, квантовая модель атомов и так далее Квантовая физика начинает, объясняя многие явления, полноправно вступать в свои права К чему это привело с точки зрения фундаментальной научной картины мира? К тому, что помимо двух уже известных взаимодействий, а именно электромагнитно-гравитационных Я все-таки выйду к вам поближе, а то как-то я и презентацию не так хорошо вижу И от вас очень далеко От гравитационно-электромагнитного взаимодействия добавились сильные и слабые взаимодействия Характерные для атомов и субатомных частиц И вот эти четыре взаимодействия фундаментальных сегодня Описывают то, что мы знаем в физике Электромагнетизм, сильное и слабое взаимодействие объединяется в некоторую общую теорию Которая называется стандартной моделью физики элементарных частиц И на самом деле ее экспериментальная проверка Теоретически она была сформулирована в 70-е годы А экспериментальная проверка завершилась примерно 10 лет назад Когда на Большом Адронном коллайдере был обнаружен бозон Хиггса Это был один из фактически ключевых кирпичиков Который был необходим для экспериментальной проверки стандартной модели И в общем она таким образом была проверена И вот вызов современной фундаментальной физики Это объединение стандартной модели с гравитацией Тривиальными это средствами сделать не удается Нетривиальными тоже Для этого нужны какие-то новые идеи Может быть если вы слышали про теорию струн То теория струн это как раз одна из попыток Все эти фундаментальные взаимодействия объединить Построить так называемую теорию всеволе Теорию великого объединения То есть тоже на данный момент физика следующий большой шаг сделала Но нерешенные физические проблемы есть на сегодняшний день И многие вопросы фундаментальной физики продолжают быть открытыми Но такой промежуточный вывод, который я хотел сделать Квантовая физика раз и навсегда поменяла фундаментальную научную картину мира Мы стали обнаруживать те явления, которые мы конечно бы не обнаружили Если бы не развивали эту научную теорию Но квантовая физика поменяла научную картину мира Она привела нас к ряду изобретений Которые сформировали облик нашего мира технологически Вот транзистор, который я уже упомянул И лазер, это плоды так называемой первой квантовой революции Это технологии, которые стали возможными благодаря изучению квантовой свойств материи Взаимодействия света и вещества Квантовой теории проводимости И например уравнения, описывающие лазер, были также написаны Альбертом Эйнштейном А лазер потом был создан при работе наших с вами соотечественников Басова и Прохоров Нобелевскую премию И собственно транзистор, это тоже плод второй квантовой революции Здесь управление ведется большими коллективами Большими ансамблями квантовых систем И тем не менее решается та задача, которая не может быть решена при помощи классических технологий Например, лазер создает вот такое очень специфическое излучение Вы видите и по картинке, и по моей лазерной указке Который отличается от обычного привычного нам излучения лампочки Для этого используются очень интересные принципы Современная же квантовая технология Это переход от управления коллективными квантовыми свойствами К отдельным квантовым системам Когда мы сегодня слышим про развитие квантовых технологий Это развитие технологий, основанных на управлении отдельным атомом Отдельным фотоном, отдельным электроном Или даже какими-то отдельными параметрами таких квантовых систем Например, на этой картинке вы видите устройство, называемое ионной ловушкой В котором можно поймать одиночные ионы Работать с ними, проводить операции И использовать это для различных технологий Вообще, когда мы обсуждали с организаторами формат этой лекции Я наставил на том, чтобы сделать ее трехчасовой И в конце провести небольшую контрольную работу Насколько вы хорошо за эту трехчасовую лекцию усвоили Основу квантовой физики Такой небольшой экзамен, может быть Но мы отказались от этой идеи И решили попытаться все то, что не вошло в основную часть Уместить в один слайд Не знаю, насколько на меня это хорошо получится Поэтому вы меня сильно уж не критикуете Формат такой популяризации постараюсь объяснить Чем квантовая физика отличается от классической Ну, например, в квантовой физике Могут быть состояния суперпозиции В классической физике, если у нас есть система С двумя хорошо различимыми состояниями 0 и 1 В каждый момент времени Мы эту систему детектируем в одном из возможных состояний Либо 0, либо 1 Вот там представлены, например, монетки Монетка либо орел, либо решка И даже если мы ее подбрасываем И нам кажется, что вот она вращается Мы можем замедлить время нашего эксперимента И в каждый момент времени однозначно Как-то охарактеризовать состояние, в котором монетка находится В квантовом же мире В силу принципа суперпозиции Квантовая система до момента наблюдения Может быть одновременно во многих состояниях Например, быть и орлом, и решкой одновременно И когда я это говорю Вас может сложить впечатление, что я понимаю, о чем говорю Но я не понимаю, о чем я говорю Я никогда не видел Несмотря на всю свою создательную жизнь Я занимаюсь квантовой физикой Я не видел суперпозицию Почему? Потому что она существует до момента наблюдения Как только я бы на нее посмотрел, она бы разрушилась И вы можете спросить меня А как я могу утверждать, что она есть? Так вот, математические уравнения, которые мы пишем Они предсказывают результаты измерений Они предсказывают результат того, что мы будем видеть В эксперименте, в результате измерений И вот те уравнения, которые описывают суперпозицию Позволяют нам предсказывать те результаты измерений Которые мы видим в эксперименте И квантовая физика, уже начиная с масштаба одиночных частиц Глубоко неинтуитивна Мы видим необходимость описывать квантовые системы Состояниями, которые могут быть альтернативными То есть и да, и нет одновременно И ноль, и один одновременно Знаете, представить себе суперпозицию Это как представить себе реку, которая течет в два направления одновременно Да, и наше воображение это не позволяет нам сделать И вот Леф Ландау, великий физик, он говорил, что Триумфом человеческого гения вообще является тот факт Что мы можем работать и понимать вещи, которые мы не в силах вообразить Вот квантовая физика – это пример таких явлений И это на масштабе одной частицы А что же происходит на масштабе двух частиц? На масштабе двух частиц появляется еще одно квантовое явление Которое называется запутанностью Квантовый объект, оказывается, может приготовить в очень специальном состоянии Когда одну квантовую систему нельзя рассматривать в отрыве от другой И вообще принцип квантовой запутанности Он породил, наверное, один из самых интересных споров в истории науки Это спор между Альбертом Эйнштейном и Нильсом Бором О том, как устроена квантовая механика Чем эта история интересна? На самом деле, Альберт Эйнштейн внес колоссальный класс развития квантовой физики Я уже дважды упомянул ее в связи с квантовой теорией фотоэффекта и лазером Однако, начиная с какого-то момента Философски, наверное, в большей степени Основания квантовой физики начали вызывать отрицание у Эйнштейна Он говорил, ну какой принцип неопределенности? Почему что-то неопределено? В мире же все может быть детерминировано Наверное, квантовая физика – это некоторая эффективная теория И мы должны найти более правильную, более точную Наверное, квантовая механика не полна И в ходе этой дискуссии С его участием был придуман замечательный эксперимент Который потом модифицировался Я его современную интерпретацию рассказываю По рассмотрению двух квантовых запутанных объектов Оказывается, что мы можем приготовить две квантовые запутанные монетки Так, что их состояние взаимосвязано И измерение одной монетки Обнаружение в состоянии орела Говорит нам о том, что другая в состоянии решка И эксперимент, который здесь можно себе представить Он заключается в следующем Вот мы представим, что у нас есть пара запутанных монет Которые находятся сначала вместе Например, мы их в лаборатории создали А потом мы одну увозим на большое расстояние Отправляем туманность Андромеды А другую оставляем в лаборатории И квинтэссанса в каком-то смысле спора заключалась в следующем Вот конкретными состояниями Когда они появляются у этих монеток Может быть точка зрения, что когда мы их разделили Одна уже в этот момент приняла решение, что она будет орлом А другая будет решкой И более того, есть какой-то скрытый параметр Который недоступен нам для прямого наблюдения Который предопределяет То есть мы видим случайный результат экспериментов Но есть что-то, что это предопределяет Что-то, что мы не можем померить, но оно есть Скрытый параметр И вот Алиберт Эйнштейн, его точка зрения сводилась к наличию Такого скрытого параметра, который делает квантум-механику более полной Есть что-то, что все определяет А Нильсбор говорил нет Результаты будут случайными Ничего, ничто не предопределяет До момента измерения каждая система находится в суперпозиции И в каком-то смысле состояние приобретается в момент измерения И удивительным образом В этом эксперименте можно К этому спору можно подойти конструктивно А вот обычно люди спорят, 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 спорят Один аргумент, другой аргумент, третий аргумент, четвертый аргумент Непонятно, когда это все завершится И спор продолжается бесконечно А благодаря Джону Беллу, замечательному ученому Стало понятно, что можно написать неравенство Математическое выражение Которое, если прав Эйнштейн, то соблюдается Оно превращается в равенство А если оно, вернее, оно соблюдается Будет правильно так сказать А если прав Нильсбор, то оно нарушается И состоит от неравенства из тех величин Которые можно померить в эксперименте Просто нужно уметь приготовить вот такие запутанные состояния И тонкие, тщательные, многократные эксперименты Проводившиеся огромное количество раз Показывают, что неравенства Белла нарушаются Что квантовая механика именно работает Без таких локальных скрытых параметров Или локальных скрытых переменных Которые бы что-то предопределяли И в 2022 году Алену Аспе, Антону Цайлингеру И Джону Клаузеру За экспериментальную демонстрацию нарушения Неравенства Белла была дана Нобелевская премия И это фундаментальная вещь для квантовой механики Сегодня это действительно базовый ресурс Квантовая суперпозиция Квантовые базовые ресурсы Которые мы используем для наших исследований Вы знаете, я довольно часто читаю научно-популярные лекции Я с таким рассказом про спор Бора Эйнштейна И когда я читал эту лекцию большой корпорации И на этом этапе генеральный директор этой корпорации Это был совет директор Какое-то очень большое мероприятие В общем, очень много людей Он меня снял и говорит Подождите, я даже дальше продолжать не хочу Какая-то, в общем, непонятная история Вот вы рассказываете квантово-запутанные квантовые частицы Вот я каждое утро, когда собираюсь на работу Достаю из ящика пару запутанных носков Пока я их не распутал Каждый из них в суперпозиции И левый, и правый одновременно Как только я один из них вытянул из пары Один стал левым, другой стал правым Вот всякая ваша квантовая запутанность Так вот, нет Это не квантовая запутанность Там есть параметр, который что-то предопределил Его мозг сознательно-бессознательно Наделил носки состояниями конкретными И нет этой квантовости Поэтому второй промежуточный вывод из этой лекции Носки не квантовые объекты Как бы они нас не запутывали Почему мы не видим суперпозицию? Очень бы хотелось увидеть, потрогать Потому что любое неконтролируемое воздействие Окружения может разрушить квантовое состояние И с суперпозиции вы придете К какому-то детерминированному состоянию Причем это может происходить само по себе В каком-то смысле мы это можем не контролировать И поэтому, чтобы работать с квантовыми системами Мы пытаемся максимально окружить их Заботой и теплом В смысле заботой и холодом Чтобы они не разрушали свои состояния Еще одна интересная вещь Квантовые состояния не соскопировать Вот оказывается, что квантовая механика линейна И из-за этого работает принцип суперпозиции Но он же и запрещает нам сделать идеальную копию Квантового состояния Соответственно, вот получается такая интересная Прозигма Конечно, я еще раз повторюсь Это научно-популярное объяснение Всему этому можно сопоставить математические уравнения Математические неравенства И сказать то, что я сказал С гораздо большей степенью точности Поэтому, если вы интересуетесь дальнейшим квантовой механикой Квантовой физикой Безусловно, нужно будет сделать Но это такая попытка проиллюстрировать Наверное, на самом деле, один факт Индивидуальные квантовые системы ведут себя по-другому С ними можно пытаться делать то В силу их необычных свойств Что не получается делать системами Макроскопическими, большими Такими, как мы с вами А что именно? Можно с помощью них делать квантовые компьютеры Устройства, которые будут за счет суперпозиции Запутанности Создавать настолько сложные состояния Что их нельзя промоделировать классически А если мы их сможем программировать То и решать те задачи, которые недоступны Даже самому мощному суперкомпьютеру Невозможность копировать заранее неизвестные квантовые состояния И тот факт, что любая попытка вмешательства Носят ошибки Делают квантовые системы идеальными Курьерами для передачи криптографических ключей Для организации защищенной связи А чувствительность квантовых систем к внешнему воздействию Которая очень мешает нам с квантным компьютером Делают из них прекрасные сенсоры Они могут детектировать даже малейшие изменения окружающей среды И получается, что с использованием таких квантовых технологий Мы можем развивать целые направления Новые вычисления, новую коммуникацию и сенсорику И, конечно, это очень имеет широкий спектр применений И сегодня квантовые технологии активно развиваются В России приняты дорожные карты по развитию квантовых коммуникаций Квантных вычислений И все крупные развитые страны сегодня занимаются их развитием Немножко про квантовый компьютер Я уже сказал, что это, наверное, самая долгожданная, самая ожидаемая квантовая технология В чем состоят такие идеи и общие принципы Зачастую с созданием квантового компьютера С появлением этой идеи связывают одно имя Это имя Ричарда Фейнмана Который написал такую замечательную статью Квантовый механический компьютер И, собственно, квинтэссенсу этой идеи До некоторой степени сформулировал Я хотел бы немножко прояснить этот исторический аспект Дополнив имена Ричарда Фейнмана еще несколькими Во-первых, Фейнман начал думать про квантовые компьютеры не просто так Чарльз Беннетт, замечательный ученый Он думал об ограничениях, которые накладывает физика на работу компьютеров Например, он исследовал термодинамические ограничения У меня есть замечательная статья Термодинамика вычислений Он рассматривал так называемый предел Ландаура Это предел, соответствующий Количество теплоты, которое выделяется при уничтожении информации И так далее Некоторая фундаментальная величина Тоже фундаментальная В том смысле, что является пределом Но выводится она из некоторых общих Соображений термодинамики И, в общем, с термодинамикой в какой-то момент он разобрался И подошел к Ричарду Фейнману И спросил его, а накладывает ли квантовая механика Принцип неопределенности Или что-то еще Какие-то фундаментальные ограничения на возможности компьютеров Именно этот вопрос Продил идею Фейнмана О том, что не только не накладывает квантовая механика ограничения А более того, можно сделать компьютер Работающий на квантовой механических принципах Кому это интересно В журнале «Успехи физических наук» Есть статья Ричарда Фейнмана И вот она начинается, собственно, с изложения этой истории О том, что Бенн заследовал диссипацию свободной энергии А с вопросом о квантовой механике подошел ко мне И, собственно, эта статья и рассказывает о рассуждениях Фейнмана Так что Фейнмана полноправно с подачи, с голевой подачи Чаз и Бента можно считать одним из отцов квантовых компьютеров Но не только В Советском Союзе эту идею развивал замечательный математик Юрий Манин Его книги «Вычислимая и невычислимая» В либо предисловии, либо первой главе Я все время путаю Есть вот такая вот фраза Что такие объекты могли бы показать на математические модели Детерминированных процессов совершенно непривычными свойствами Одна из причин в этом состоит в том, что квантовое пространство состояний Обладает гораздо большей емкостью, чем классическое Там, где в классике имеется n дискретных состояний Квантовой теории, допускающей суперпозиции, будет c в степени n И при объединении система не перемножается А в квантном случае появляется перемножение экспонент То есть он увидел вот этот экспоненциальный рост пространства состояний В которых находится квантовая система Сейчас я поясню, что это такое На самом деле это ключевое наблюдение Для понимания того, почему квантовые компьютеры могут быть мощнее классических Так что важно отметить, что идею квантовых компьютеров Независимо сформулировал Юрий Манин Он полноправно считается отцом квантовых вычислений Кстати, если говорить о нем То у него еще есть одна замечательная книга Помимо вычислимой, не вычислимой Есть книга «Математика как метафора» Очень ее всем рекомендую Замечательная, совершенно уникальная по своему формату Итак, что же имел в виду Манин под вот этими ячейками? Дело в том, что если мы возьмем суперпозицию Она в случае вычислений будет давать нам не битую информацию, которая либо 0, либо 1 А квантовые биты или кубиты, которые помимо 0 и 1 могут быть в состоянии суперпозиции И будем их запутывать между собой То квантовый регистр будет находиться как бы одновременно во всех возможных допустимых состояниях От 0, 0, 0, 0, 0 до 1, 1, 1 со всеми возможными промежуточными комбинациями И у каждой промежуточной комбинации есть какой-то коэффициент И всего таких коэффициентов нам необходимо до 2 в степени n Поэтому, проводя вычисления с таким регистром Мы эффективно проводим вычисления в пространстве в состоянии 2 в степени n Когда я говорю 2 в степени n, это может звучать абстрактно Но, скажем, то, что может хранить, обрабатывать в памяти мощный суперкомпьютер Это 2 в 40-й, 2 в 50-й То есть, собрав уже 50 кубитов Это пространство в состоянии 2 в степени 50 Это то, что очень тяжело просчитывать Даже суперкомпьютерам, основанным на классических принципах Поэтому, во-первых, что нужно сказать Что квантовые состояния, которые мы можем создать в квантной механике Они немоделируемые То есть, они не могут быть полностью просчитаны на классическом компьютере И второе, они контролируемые В том смысле, что мы их можем программируемым образом менять И вот, собственно, квантовые вычисления состоят в том Чтобы собрать такой огромный массив, такой регистр И программировать его с той целью, чтобы решать какую-либо практическую задачу Каким образом это делается в реальности? Мы берем кубиты Сначала инициализируем их в каком-то состоянии ноль И потом проводим с ним последовательность однокубитных и двокубитных операций И эта последовательность позволяет нам реализовать тот или иной квантовый алгоритм Поэтому от квантового компьютера нам что необходимо? Я, знаете, отвлекусь В физике есть такое разделение труда Есть теоретики, есть экспериментаторы Теоретики пишут формулы, моделируют что-то Делают такие вот заключения, умозаключения Экспериментаторы, они помимо всего этого еще и работают в лаборатории И делают реальные эксперименты И я как теоретик сейчас могу сформулировать рецепт идеального квантового компьютера Нужно взять очень много кубитов, желательно 20 миллиардов И делать абсолютно точно с ними операции Теоретически сформулировать рецепт очень легко А вот реализовать оказывается крайне-крайне затруднительно Мы поговорим с вами почему Вот так выглядят реальные квантовые алгоритмы Вот это, например, алгоритм Гровера для поиска по непорядочной базе данных Вот так он декомпозируется, видите, в однокубитной операции и двухкубитной операции Которую мы можем реализовывать Вот, собственно, этот принцип и показывает Что, чтобы создать квантовый компьютер, нужно создать массив Уметь управлять каждым кубитом по отдельности и их парами Сегодня в это направление активно инвестируют, как я уже сказал Стран все-таки за микрофоном придется обратно вернуться сюда А то постоянно микрофон немножечко мешает Значит, страны, крупные корпорации, стартапы появляются То есть в это направление активно развивается В него много инвестируют, как я уже сказал, в России Оно развивается благодаря дорожным картам, которые есть по квантовым вычислениям И по квантовым коммуникациям Собственно, вот как раз к вопросу о том, почему квантовый компьютер Легко сформулировать, каким он должен быть, но очень тяжело построить Потому что для того, чтобы его создать, нам нужно найти систему Которая бы сочетала в себе два качества, которые обычно трудно сочетаемы Это, с одной стороны, масштабируемость То есть возможность создать систему из большого количества кубитов А, с другой стороны, индивидуально контролировать каждый из них и их парные взаимодействия И вот я подчеркну, для квантового компьютера необходимо обе этих величины Нам нужна и масштабируемость, и контроль Такие системы, вот знаете, не то чтобы ты идешь по улице И находишь систему, сочетающую такие качества Ее нужно либо создать, либо обнаружить И это большой вызов, который сегодня существует в направлении квантовых вычислений Почему именно и масштабируемость, и контроль нам необходимы? Если у нас будет просто контроль, но система будет очень маленькая Например, 2, 3, 10 кубитов То мы можем ее прочитать классически Такой квантовый компьютер не интересен, даже если она операция делает идеально точно И также если у нас будет много тысяч кубитов Но контроль будет с очень низким уровнем Такую систему, оказывается, мы тоже точно можем промоделировать И для того, чтобы создать полезный квантовый компьютер Нам нужно идти по двум этим шкалам одновременно Нужно увеличивать и точность операции, и количество кубитов И в этом ключевой вызов построения квантового компьютера Что с точки зрения железа он собой представляет? Сегодня квантовые компьютеры, для них используются различные физические платформы Это сферопроводниковые кубиты, которые развиваются здесь, в МИСИС Совершенно недалеко от места, где мы с вами находимся Это атомные ионные кубиты Вот я приехал на Лексус с демонстрацией ионного квантового компьютера Которые сегодня являются в России наиболее мощным Фотонные системы В каждых из них используются разные элементы, разные носители квантовой информации И разные системы по-разному хороши Например, атомы имеют очень хорошую масштабируемость Можно собрать много атомов между собой Вот это картинка коллег из МГУ, российского квантового центра Где они собирают массивы, каждая светящаяся точка Это отдельный атом, который мы можем собрать и контролировать Однако, оказывается, между ними тяжело организовать взаимодействие с высокой точностью Потому что они нейтральные А нейтральные атомы слабо взаимодействуют И для того, чтобы они взаимодействовали Нам нужно возбуждать эти атомы До так называемого очень большого квантового числа Электроны очень далеко убирать от ядра И тогда начинают чувствовать не только другие атомы Но и все вокруг Из-за этого точность операция может быть не очень высокой Поэтому масштабируемость хорошая, контроль — это вызов А вот в случае ионов, например, контролируемость очень высокая Ионы уже заряжены У них есть, естественно, канал взаимодействия Их можно поместить в оптическую, вернее, в электромагнитную ловушку Где они будут друг друга чувствовать Однако, проблему масштабируемости, добавляя каждый новый ион Сложность управления такой системой растет И получается, нам нужно найти систему, сочетающую эти два параметра И пока мы такую систему ищем, параллельно развивая различные платформы Здесь я что хотел сказать, что верхняя панель рисунков — это достижения наших коллег в мире А нижняя — это достижения коллег, полученными в российских лабораториях Немножко более подробно об этом Вот самый мощный на данный момент в России квантовый компьютер из 20 кубитов Вот это мои коллеги Николай Николаевич Калачевский и Илья Семерков им занимаются Это работа группы Станислава Страупа по атомному и фотонному квантному компьютеру А это наш 8-кубитный квантный процессор, который мы вместе с коллегами из физтех и российского квантового центра развиваем в университете МИСИС Что происходит в мире? В мире активно работают в этом направлении Например, компания IBM очень много анонсирует большое количество кубитов Знаете, нас часто спрашивают, говорят, ну вот у вас там десятки кубитов, может вы будете двигаться к сотням А вот IBM уже есть 127, 433, 1000 Что же это за такое большое отставание? Оказывается, действительно коллеги анонсируют большое количество кубитов, но не говорят о точности операции И вот из-за того, что точность операции пока в таких системах больших, невысокая Например, 127-кубитный квантовый компьютер мы можем промоделировать вот это поведение одного из этих кубитов, которые мы точно можем просчитать Да, это большая работа, которую коллеги делают, но полезность у этого квантового компьютера есть сотни, сотен и тысяч квантовых кубитов Появятся тогда, когда радикальным образом повысится уровень контроля над квантовыми операциями Работает компания Google, компания Intel, появляются стартапы рядом с университетами Вот, например, Михаил Лукин, один из основателей российского квантового центра, в котором я работаю И профессор Гарвардского университета, им была создана компания Quero, которая делает квантовые компьютеры на нейтральных атомах Ионная система активно развивается То есть гонка идет по многим-многим направлениям параллельно И на данный момент, наверное, никто в мире не скажет конкретно, на чем будет построен самый мощный квантовый компьютер Это в каком-то смысле открытый вопрос И мы идем по многим путям параллельно и одновременно Как квантовые компьютеры программировать? Для этого создают удаленные облачные платформы Сегодня квантовые компьютеры в основном в лабораториях, в специальном окружении Мы защищаем их от внешнего воздействия Мы такую платформу создали Она имеет либо визуальный язык программирования, либо Python в совместимой библиотеке И мы таким образом можем решать прототипы каких-либо задач Например, облачный сервис, с которым мы работаем Позволяет программировать разные квантовые цепочки разными способами Вот это, например, язык Kiskit, который позволяет создавать квантовые алгоритмы А это квантовый ассемблер, Казм Который тоже является одним из стандартов для программирования квантовых цепочек Там можно прямо увидеть, что мы инициализируем регистр Делаем набор операций с кубитами Потом проводим измерения Все по той схеме, про которую я вам говорил Что делать, если квантового компьютера под руками нет? Можно воспользоваться тем фактом, что до какого-то масштаба квантовые системы можно промоделировать Классически делать такой вот цифровой двойник И оттачивать свое умение квантового программирования, используя эмулятор Программное обеспечение, который до определенного размера, например, до 20 кубитов Может воспроизводить поведение квантового компьютера Вот такие эмуляторы мы тоже создаем Чтобы сначала на них протестировать все наши гипотезы А потом пользоваться квантными компьютерами Где квантные компьютеры, собственно, полезны? Они полезны там, где возникают сложности компьютеров классических И в этом их роль Роль квантовых компьютеров, чтобы расширить возможности классических компьютеров В решении тех задач, которые традиционно сложны для привычных нам классических компьютеров И здесь я тоже хотел еще раз на это обратить внимание Я об этом говорил в начале лекции Квантовые компьютеры, по крайней мере, исходя из той парадигмы, в которой мы живем сейчас Классические компьютеры не заменят Они их дополнят для того, чтобы расширять более класс задач, которые они могут решить В свое время одна из задач, которая принесла квантовому компьютеру славу Это задача взлома криптографических алгоритмов Вот Питером Шором было показано Что когда квантовый компьютер будет создан, будет достаточно мощный Например, алгоритм RSA, он сможет взломать за десятки часов Тогда как А для того, чтобы это сделать, классическому потребовалось бы миллион лет вычислений Вы можете сказать, ну, а при чем здесь мы? А мы здесь при том, что мы используем алгоритм RSA фактически каждый день Когда заходим в интернет, используем защищенное соединение Поэтому взлом квантовым компьютерам алгоритма RSA требует, даже потенциальный Требует от нас перехода на решения, которые устойчивы по отношению к атакам с квантовым компьютером Им может стать квантовая криптография Это другая квантовая технология, о которой я говорил в начале В которой используется передача одиночных квантовых объектов, чтобы два участника смогли получить криптографический ключ То есть такой элемент для преобразования, элемент для шифрования Стойкость которого гарантируется уже не математикой, а фундаментальными физическими законами Вот мы в университете МИСИС такие квантовые сети строим на базе таких устройств Причем в интересах и исследовательских, и коммерческих И, наверное, лидером с точки зрения внедрения технологии в мире является Китай Им построены наиболее протяженные квантовые сети, покрывающие почти весь Китай Крупные города, есть такая сеть позвоночник, соединяющая Пекин и Шанхай И один из важных элементов этой сети, это спутниковый сегмент Который позволяет передать ключи на большое расстояние Вот мы с такой спутникой инфраструктурой работали И несколько лет назад провели эксперимент по передаче квантового ключа через спутник Между двумя городами, между Звенигородом и Няньшанем Однако, как вы видите, это такая сложная серверная инфраструктура Которая требует оптоволоконного канала связи или спутника А наши сегодня цифровые коммуникации во многом находятся в мобильном телефоне И как же защитить их? Оказывается, для этого можно использовать так называемую постквантовую криптографию Постквантовая криптография – это новое поколение алгоритмов Стойкость которых примерно одинаковая в случае наличия и злоумышленника, и классического компьютера, и квантового Буквально мы выбираем для шифрования ту задачу, которую квантовые компьютеры не ускоряют И за счет этого добиваемся возможности создавать новые криптографические алгоритмы Вот мы такие библиотеки создаем вместе с индустриальным партнером, например, Госпромбанком Их интегрируем для того, чтобы уже сейчас готовиться к переходу на квантовоустойчивое решение Вот с национальной системой платежных карт мы работали Но вот в злом криптографии такая темная сторона квантового компьютера И этот эффект, по всей видимости, будет нивелирован, поскольку уже многие IT-компании Они видят необходимость перехода на новое поколение шифрования И поэтому делаются, собственно, пилотные проекты или интеграция постквантовых алгоритмов И, скорее всего, вот эта угроза, она будет нивелирована появлением новых стандартов защиты информации А что полезного может делать квантовый компьютер? Например, моделировать новые химические соединения и решать задачи квантовой химии Решать многие оптимизационные задачи, про которые я говорил Логистические, транспортные задачи составления расписаний Я прошу прощения, если с ограничением во времени некоторые слайды буду проскакивать Например, это имеет приложение в области сборки генома, в области биоинформатики Потому что это, оказывается, тоже сложная комбинаторная оптимизационная задача Это задачи, связанные с транспортом, задачи, связанные с телекоммуникационными оптимизациями И многим-многим другим Там, где есть сложные оптимизационные задачи, по всей видимости, мы увидим преимущество квантового компьютера Это многие направления машинам обучения, это вот отдельная лекция, наверное, на эту тему бы потребовалась. И уже сейчас, скажем, квантовые компьютеры можно использовать для того, чтобы распознавать образы или решать задачи генеративной химии с целью поиска новых лекарств. Сегодня квантовые компьютеры пока на таких задачах практически полезны, не мощнее суперкомпьютеров. Это следующий большой шаг, который нам предстоит сделать, показать полезное квантовое превосходство, то есть решение квантовым компьютером, какой-то полезная задача, быстрее и эффективнее, чем компьютером классическим. Однако это не останавливает сейчас крупные компании от того, чтобы начинать квантовые компьютеры пилотировать и искать им применение. Мы в свое время проанализировали, что более 50% крупных компаний уже сегодня рассматривают квантовые компьютеры и потенциал их внедрения для того, чтобы ускорить свои бизнес-процессы. Это совершенно разные кейсы из разных сфер, это и логистика, машинообучение, искусственный интеллект, оптимизация, многое другое. Мы тоже не отстаем, стараемся активно работать с индустрией уже сейчас над квантовыми алгоритмами. И вот несколько ярких наших проектов мы, скажем, с Росатомом работаем не только в части создания квантовых компьютеров, но и поиска их приложений в атомной отрасли, например, для того, чтобы размещать отработанное ядерное топливо по контейнерам или задачи, связанные с анализом перегрузки активных зон ядерных реакторов. Это все задачи, связанные со сложной комбинаторной оптимизацией. Работаем с другими индустриальными партнерами в области криптоанализа, в области логистики, поиска оптимальных маршрутов. И вот здесь я бы хотел, наверное, переходить к завершению, сказав о том, что мы практически сейчас умеем на нашем российском квантовом компьютере, который мы вместе с коллегами развиваем. Вот так он выглядит, я на это не обратил внимания, но не очень похож на компьютер, правда? То есть это не то, к чему мы привыкли. Да, почему? Потому что основным его элементом является та самая ионная ловушка, а глаза и руки этого квантового компьютера — это лазеры. Что с помощью него мы можем делать? Мы можем, например, запускать квантовые химические алгоритмы для небольших молекул. И это мы демонстрировали президенту Российской Федерации на форуме будущих технологий с использованием технологии удаленного облачного доступа к квантным компьютерам. Мы можем исследовать фазовые переходы, исследовать состояние квантовой материи. Мы можем решать небольшие задачи машинного обучения искусственного интеллекта, например, классифицировать рукописные цифры или изображения на наличие или отсутствие там каких-то патологий. И даже можем разлагать небольшие числа на простые множители. Вот, например, с помощью ионного квантового компьютера мы число 1591, пока небольшое, но уже на множители раскладом, причем по технологии, которая отличается от алгоритма Шора. Это некоторое наше ноу-хау, которое мы развиваем. И, наверное, ключевым элементом для того, чтобы в дальнейшем развивать квантовый компьютер, является не только прогресс в области получения новых знаний, но для этого еще нужны люди. Поэтому мы активно работаем над тем, чтобы привлекать в наш университет, в наш институт и создавать условия для появления нового поколения ученых-инженеров для уже практического внедрения квантовой технологии. То есть у нас учатся и люди, которые будут их создавать, и люди, которые потом будут их интегрировать. А в завершении такая большая картина, большими мазками, о том, какой путь мы прошли, где мы находимся, и что будет в следующий большой век, о чем, я надеюсь, через 5 лет мы будем с гордостью рассказывать о научных и научно-популярных лекциях. Мы уже прошли путь создания систем мелкомасштабных квантовых компьютеров, которые мы можем полностью промоделировать классически. Это было важно, чтобы понять базовые принципы, понять, что это вообще может работать. Сегодня мы находимся на этапе создания так называемых низк-устройств, шумных промежуточного масштаба квантовых компьютеров, поведения которых уже не в полной мере можно предсказать классически, но которые пока не дают нам полезное превосходство, которые решают какие-то задачи, но пока мы из них не можем излечь какую-то пользу. Такие системы очень полезны с точки зрения экспериментов, с точки зрения научных знаний, с точки зрения обнаружения границы квантового вычислительного преимущества. Следующий большой шаг будет связан с появлением квантовых компьютеров, устойчивых к ошибкам. Дело в том, что все ошибаются. Да, это нормально. Главное успевать эти ошибки корректировать. И классические процессоры ошибаются. Однако классические коды коррекции ошибок настолько эффективны, что эффекта от ошибок классических процессоров мы просто не замечаем. А вот построить квантовые коды коррекции ошибок – это затруднительно. Это сложность, с которой приходится сейчас сталкиваться, и большие усилия наших коллег и следователей направлены на то, чтобы сделать квантовый компьютер устойчив к ошибкам. Немного о фонде Вызов, который является партнером этой лекции. Его миссия – это сделать научную деятельность востребованной и престижной. Сделать так, чтобы наука и ее достижения становились предметом общественных дискуссий, становились близки для внедрения в экономическую сферу, чтобы деятели бизнес, общество, государство, культура взаимодействовали между собой. Титульным проектом является научная премия в области будущих технологий. Вот ее четыре лауреата. Это Илья Семеряков, это Гамлет Хаджабагиян, Палас Лагудакис и Рауль Гайнединов. Илья создал квантовый компьютер. Гамлет Хаджабагиян создает магниты на высокотемпературных сферопроводниках, которые используются в российском коллайдере НИКО. Палас Лагудакис – оптический транзистор на плеритонах, а Рауль Гайнединов занимается созданием лекарств для болезней мозга. И это все первоклассные исследователи, которые стали лауреатами премии. В прошлом году было четыре номинации. В этом году их будет пять. Четыре номинации, ориентированные на российских ученых, добавится пятая, ориентированная на ученых, работающих за границей, номинация Discovery. Решение о присуждении премии принимает научный комитет. Вот ее возглавляет Рацио Маганов. Мне выпала большая честь его заместителем быть. И это, собственно, наши компетенции, разбитые по разным направлениям будущих технологий, которые являются направлением данной премии. Вот, собственно, в завершении такой путь научного знания прошло от головоломки, от того, чтобы решать фундаментальные научные проблемы, к тому, чтобы сегодня создавать новую индустрию и радикальным образом менять наш мир. И скажу, что, с моей точки зрения, большие интересные открытия, связанные с квантными технологиями, они уже были, но многое, что еще мы не можем предсказать, ждет нас впереди. И позвольте мне перейти на этом этапе к самому главному слайду моей презентации. Спасибо вам большое за внимание. Мне кажется, отличная лекция. Алексей, скажите, пожалуйста, есть ли у нас время на один хотя бы вопрос? Да, у нас на один-два вопроса есть время. К сожалению, дальше вынуждены буду продолжать. Поднимите, пожалуйста, руку. Тогда что? Третий этап. Вы знаете, он происходит плавно очень. То есть первые эксперименты по коррекции ошибок уже демонстрируются, но вот масштабная цель, там 100 логических кубитов, но разные люди по-разному дают оценки, что это 5-7, может быть, 10 лет до того, чтобы войти в этот период. Но это уже действительно очень большое эффективное вычислительное устройство, с которым мы можем работать. Скорее всего, практическая какая-то полезность будет на масштабе 3-5 лет, мы ее ожидаем. Так, вопрос? Когда вы были приглашены на мероприятие, и руководитель рассказал про квантовую запутанность носков, вы какие контраргументы использовали тогда? Ну, я рассказывал ему про теорию скрытых параметров, про классические корреляции, квантовые корреляции и многое-многое другое. То есть я попытался к этому вопросу подойти довольно научно и конструктивно. Так, второй вопрос. Тоже блиц-блиц, скорость без границ. А, вижу. Скажите, пожалуйста, какие-то принципиальные отличия искусственного интеллекта на базе квантового компьютера от искусственного интеллекта на базе классического? Да, смотрите, есть несколько вещей, которые называются квантовым искусственным интеллектом, поэтому здесь нужно разделить некоторые сущности. Есть квантовый искусственный интеллект такой гибридный, когда мы берем отдельный субалгоритм классического алгоритма машинного обучения и его реализуем на квантовом компьютере. Тогда принципиально ничего не отличается, просто какие-то элементы мы ускоряем. А есть то, что называется полностью квантовая машина обучения. Это вещь довольно специфическая, я могу попытаться объяснить, что это такое. Это идея, что мы в ходе реализации квантового алгоритма наши операции делаем нефиксированным образом. То есть мы не говорим, что здесь операция такая-то, а здесь операция такая-то. Мы говорим, что это какие-то операции со свободными параметрами. И в ходе реализации нашего квантового алгоритма мы многократно пытаемся найти то соотношение параметров, которое дает наилучший вариант ответа на поставленный вопрос. Вот это тоже зачастую называют машинным обучением квантовым. И здесь, конечно, отличие принципиальное в том, что весь алгоритм реализуется реально на квантном компьютере за счет параметризации квантовых операций. Но у него есть вот эта классическая петля обратной связи, которая вот мы приготовили квантовую связь для одного набора параметров, оценили нашу функцию, сказали, ой, давайте поменяем. Поменяли по петле классической обратной связи, снова запустили и добились за счет этого цикла реализации, при которой наилучшим образом будет достигнут ответ на поставленный вопрос. Вот поэтому вот такой немножко сложный ответ, что в одном направлении практически не отличается, а в другом очень сильно отличается. Скажите, пожалуйста, а есть ли какой все-таки риск, что технология все-таки окажется нежизнеспособной, или все-таки мы сейчас понимаем, что она в любом случае должна работать, но вопрос там исключительно сейчас в реализации технологической, ну вот в страницах ошибок, о которых вы говорили. Вы знаете, это очень важный вопрос, потому что мы знаем примеры физики, когда какие-то направления много лет развиваются, а потом оказывается понятным, что либо технологически, либо фундаментально есть какие-то ограничения. Вот что важно сказать про квантовые числения, что это в сфере экспериментально около 30 лет. И за эти 30 лет не были найдены никакие пределы научные, невозможности создать квантовый компьютер. Да, были найдены какие-то ограничения, да, большое количество технологических вызов, но принципиально квантовые компьютеры развиваются, год от года становятся мощнее, и поэтому пока мы не видим таких стопперов, таких красных флажков, которые бы говорили, нет, это не получится. Скорее мы видим, что задача сложная, но интересная, и мы видим прогресс по технологическому направлению, мы видим, что год от года действительно мы прогрессируем, и наши компьютеры становятся мощнее. Даже вот в рамках дорожной карты я неспроста показал то, как это менялось во времени. Мы начинали работать с системой, которая 4 кубита. Два года назад в ней было 16, год назад 20, и сейчас мы увеличиваем количество кубитов. Да, это постоянно сопряжено с решением очень сложных технологических задач. Однако сам прогресс и мощность нашего квантового компьютера мы видим, запуская на нем все более и более сложные алгоритмы. Ну, мне кажется, это был последний, третий вопрос. Давайте поблагодарим Алексея Константиновича. Собственно, авторы трех вопросов могут подойти и взять эти книжки, а Алексею мы подарим книжку от Курилки Гутенберга. Спасибо большое. Она про химию, это замечательно. На память об этой лекции. Спасибо большое. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо. 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 Спасибо.